Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и рад приветствовать вас на своем канале. Я являюсь руководителем школы долголетия, которая помогла омолодиться, обрести легкость движения и изменить жизнь уже больше, чем 900 тысячам человек. Друзья, может быть, вас беспокоит увеличение косточки на большом пальце ноги. Может быть, она припухает. Может быть, просто вы испытываете боль при движении. Некоторые даже задумываются об операции. Пожалуйста, не спешите. Досмотрите наш ролик до конца, и вы познакомитесь с чудесным и проверенным средством. В интернете вы можете найти громадное количество самых разнообразных рецептов с экзотическими компонентами, которые нужно готовить, варить, толочь, настаивать, напаривать и так далее. Я не буду говорить про сомнительную эффективность. Я просто скажу о том, что это слив времени и средств. На самом деле, наши прабабушки знали гораздо более простое и эффективное средство. Именно поэтому вы никогда не встретите в литературе упоминаний о натоптышах, косточках и мозолей у древнерусских красавиц. Что же это за средство? Это, друзья, печеная луковица. Вы берете обычную репчатую луковицу и запекаете ее в духовке до мягкого состояния. Выставляете на 180 градусов и держите примерно час. Этого будет достаточно. Луковица режется пополам и прикладывается к проблемной зоне разрезанной частью. Дальше можно просто надеть носочек и примотать ее пищевой пленкой. Вот такой компресс мы повторяем на протяжении нескольких дней. Он великолепно помогает и для рассасывания шишек, и шпор, и мозолей, и натоптышей. Уменьшает косточку на пальце, ревматические боли. Говорят, где-то им даже успешно лечат рожистые воспаления. Обязательно попробуйте этот рецепт и поделитесь впечатлениями в комментариях к этому видео. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Ведь впереди вас ждет чудесный рецепт, как избавиться от отеков ног буквально за одну минуту. С вами был доктор, а для многих теперь уже антидоктор Алексей Маматов из школы долголетия. Я желаю крепкого сибирского богатырского здоровья вам, друзья, и вашим близким.